This conference will now be recorded. 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 That's it. This conference will now be recorded. И заказчику, давайте говорить, бизнесу, хотя понятно, что эти подходы, они применимы не только для бизнес-компаний, но и для государственных, и для некоммерческих. Организация, выступающая заказчиком, внутренним заказчиком, естественно, должна понимать, к чему приведут те или иные действия. Вот это как раз то, что я на сегодняшнем примере, который мы будем разбирать, хотел бы показать. С другой стороны, это фокусировка для команд самих IT. Ну, ITIL, вы прекрасно знаете, это набор таких хороших структурированных практик, поэтому много банальностей, но тем не менее, да, можно просто сказать, поставь такие-то настройки, и, в общем, люди сделают, не понимают ни для чего, ни как. А можно поставить задачу, например, ну, я не знаю, условно, первое, что придет в голову. Мы переводим документы оборот в электронный вид, мы снижаем затраты, мы ускоряем согласование. Мы переводим торговлю там в тот же формат онлайн и так далее. И команды будут уже не технически выполнять действия, а бизнес-действия, да, то есть вот то, что, когда мы говорим, фокус для команд, руководящие принципы. Банально наши команды будут понимать, что им делать, да. То есть задача свести воедино стратегию компании, стратегию IT и задать вот это вот самое направление для команд. И вот как это не покажется, может быть, таким, может, даже излишне пафосным, может быть, даже излишне пафосным, IT предлагает начинать с видения эмиссии. Я понимаю, почему это многим может показаться пафосным, но по факту сложилось, что в очень многих компаниях вот эти два понятия – видение эмиссии, им подходят, ну, так, формально какие-то там лозунги напишут, там какой-нибудь там комплект молодого сотрудника их все включат, все там заучили и, в общем, особо ничего не дают. Ну, при таком формальном подходе он, конечно, на самом деле ничего не дает, но вообще, вот если подумать изначально, зачем придумали, почему сложились вот эти подходы видения эмиссии. Видение – это что мы хотим сделать. Мы как компания, мы как IT. Миссия – это для кого и для чего мы это делаем. То есть в конечном итоге, то есть в чем выгода. Значит, видение вот в этой парадигме, давайте даже так скажу, должно быть сформулировано так, и это, конечно, задача высшего руководства компании, возможно, даже владельцев, куда двигаться, как компания будет расти. Она будет цифровизовываться, она будет создавать новые продукты, в каких сегментах, на какие сегменты она будет двигаться, продуктовые или рыночные, или географические. Тогда миссия – это уже то, что непосредственно IT или цифровой, диджитал департамент должен сформулировать, что необходимо компании, какие продукты, какие сервисы, какие уровни обслуживания, какая производительность, масштабируемость и так далее. Вот абсолютно прикладной смысл того, что называется видение эмиссии. Естественно, исходя из этого, можно переходить к планированию. Но здесь мы говорим о планировании безусловно каком. Мы здесь говорим о планировании высокоуровневом, планировании портфельном. А что такое портфель? Что такое портфель? Портфель – это скоординированное управление услугами, проектами по их развитию, их предоставлением, распределение ресурсов в соответствии с приоритизацией, сокращение рисков уровня компаний, то есть балансировка. Компания, ну вот давайте возьмем на примере того же специалиста, сколько мы на площадке специалиста, поскольку, ну вот с кем мы уже знакомы, вы знаете, я в специалисте долгое время отвечал как раз за портфель различных виртуальных форм обучения. Это же в чистом виде балансировка для достижения стратегических целей компании. стратегические цели выдвинуться на внешние рынки, ну внешние относительно, скажем, Москвы, да, предоставить услуги большему числу клиентов-заказчиков, кому-то удобнее, более краткосрочные, долгосрочные там и так далее. Сократить риски, что, кстати говоря, вот вся эта ситуация с пандемией показала абсолютно наглядно, да, когда тот же специалист, там это не хвастовство, это вот действительно абсолютно бесшовно перешел полностью в онлайн, когда вот год назад случились все эти локдауны. И так же, как сейчас, я уже смотрю, в онлайне людей гораздо больше, чем в оффлайне, там в заочном варианте и так далее. То есть получилось, ну да, это не специально, но стратегическое направление, оно позволило в конкретной операционной ситуации принять решения и быстро их воплотить в жизнь. Почему это важно для IT? Почему это важно для IT? Давайте с вот этих высоко-высокоуровневых вещей попробуем перейти, ну, то, что называется, на совсем-совсем уже такие прикладные вещи. Мы часто, кто работает в IT-блоке, в диджитал-блоке, ну, в диджитал сейчас в меньшей степени, поскольку это, так скажем, стильно, модно, современно, а вот в IT-блоке очень часто и годами, и десятилетиями жалуемся на то, что не хватает ресурсов, сложно обосновать выделение ресурсов, как обосновать выделение ресурсов. А вот для этого нам и нужно уметь показать, как цели IT, какие задачи на более низком уровне IT соответствуют, каким целям компании. Что значит ясное понимание, для чего предпринимается каждое действие. Мы стараемся что-то выполнить, нам на это нужен ресурс, нам нужно обосновать с точки зрения бизнеса, зачем заказчик этот ресурс должен потратить. Соответственно, на каждом уровне декомпозиции, на каждом уровне декомпозиции результата, мы должны иметь возможность показать, каким образом этот результат будет полезен для заказчика, для ресурсодержателя, для того, кто этот ресурс выделяет. Почему на разных уровнях декомпозиции? Давайте тоже так вот пройдем еще раз по вот этой пирамиде, так скажем, условной. На стратегическом уровне мы все прекрасно понимаем, это цели верхнего уровня, это доля рынка, это возвращаясь к тому же примеру специалистов, это получение рынка, скажем, регионального, это увеличение маржинальности и так далее. Это стратегические цели, отлично. Есть тактические цели, тактические цели определяют руководство конкретных бизнес-юнитов. И, скажем, руководство конкретного бизнес-юнита заинтересовано, например, в чем? В том, чтобы качественно обслужить клиента, чтобы получить хорошие отзывы и получить клиента потом повторно. А эти цели локально не всегда могут совпадать напрямую, значит, декомпозиция должна показать, ага, есть частный результат, который интересен вот этому тактическому подразделию, а дальше операционный. Операционный это кто? Продолжаю тот же пример. Преподаватели, я, допустим, сейчас в таком же качестве. Это мои коллеги технический персонал, на которых в свое время из-за этого возросла нагрузка. В чем их цели и возможности? Кстати, опять же, как бы это, может, даже цинично не звучало, хороший пример с пандемией. Если бы это не было сделано, многие остались бы просто без работы. Да, вот такое цифровое замещение, но в свою очередь оно не только вымывает рабочие места, но и позволяет их сохранить. Более того, стратегия не является, естественно, статичной, а значит, статичными не будут являться ни тактика, ни операционная. Нам нужно иметь инструментарий, который позволит регулярно, на постоянной, на регулярной основе, то, что называется выравнивать. Да, ну такой устоявшийся не очень может удачный перевод вот этого термина alignment. Да, выравнивать меняющуюся стратегию вследствие меняющихся внешних факторов, регуляторных, рыночных, технологических и текущие действия, в том числе изменение текущих приоритетов. А что такое изменение текущих приоритетов? Изменение текущих приоритетов – это изменение перераспределения ресурсов, да, как раз то, за что мы все боремся. И вот, собственно, задача-то как раз портфельного управления, она ведь в том и состоит, чтобы постоянно балансировать развитие, реакция на внешние факторы, с одной стороны, затраты, риски, устойчивость функционирования, вот то, что здесь на этом слайде называется бизнес, как обычно, с другой стороны. Что нам здесь предлагает IT? IT нам здесь предлагает, в чем это исторически, это появилось не в текущей версии, это появилось задолго, три, простите, два вида классификаций компонентов портфель. Каждый из этих видов классификаций, он как раз полезен для того, чтобы и самим внутри IT-департамента понять, как это влияет на бизнес и, соответственно, иметь возможность прозрачно показать. Ну, давайте пару слов о том, что такое компонент портфеля. Компонент портфеля – это такой обобщенный термин, обозначающий любую составляющую портфеля. услугу, продукт, проект, операционное сопровождение, например, там тот же хелпдеск, как элемент портфеля. И вот нам между этими различными компонентами нам нужно выстроить приоритеты. От каких-то, возможно, отказаться, какие-то запустить новые, какие-то понизить в приоритете, какие-то повысить. И вот первый классификатор – это как раз впрямую классификатор влияния компонента на бизнес. Их, как вы видите, три классификатора. RTB, GTB и TTB – Run the Business, обеспечивая текущее функционирование. Ну, самый такой пример – банальный бухгалтерия, системы бухгалтерские, системы документа оборота. Реализуем мы проекты по их какому-то развитию, совершенствованию, переводу на новые технологические платформы. Да, безусловно, потому что в той же бухгалтерии появляются новые, скажем, регуляторные требования, новые формы, отчетности, транзакции и так далее. С тем же документооборотом то же самое. Важны эти сервисы? Да, безусловно, важны. Но они нужны для чего? Для обеспечения просто текущей жизнедеятельности. Это категория RTB. Это не еще раз подчеркнуть, значит, что она не важна. Но она важна для чего? Для текущей жизнедеятельности. То есть она не требует, это категория, какого-то взрывного роста, больших инвестиций. Она требует надежности, стабильности, постоянности. Другая категория, Grow the Business, обеспечивает рост бизнеса. Здесь, конечно, вариативность огромная, в зависимости от профиля организации, профиля компаний, ну, как говорится, кто чем занимается. Взяв тот же самый пример со специалистом, введение сервисов различных дистанционных или, как сейчас модно называть, виртуальных форм обучения позволило, что именно обеспечить рост бизнеса за счет выхода из столько вот московских комплексов в регионы, ну, и в целом вообще на весь мир, везде, где есть русскоговорящие. Иногда уже не только русскоговорящие. То есть это сервисы, которые обеспечивают рост. Ведь вывод-то довольно напрашивается сразу, если тот или иной компонент, тот или иной сервис обеспечивает рост бизнеса, значит, он требует большего приоритета. Больший приоритет, значит, скажем так, первоочередное обеспечение ресурсов. Ну, и, наконец, самая такая редко встречающаяся, ну, и самая радикальная категория – это сервис, который нужен для трансформации бизнеса. TTB – Transform the Business. Что значит трансформация? Ну, это вот как раз то, что сейчас стильно, модно, современная цифровая трансформация, перевод в цифровую форму, изменение форм ведения бизнеса. Это вот, наверное, сейчас самый такой активный пример. Хотя трансформула бизнес, конечно, не только об этом. Может быть, просто в создании новых продуктов, выход на новые рынки. Может быть, набившие оскомину уже всем, но, тем не менее, очень яркий пример той же Nokia. Вот сколько они раз там за 150 лет своего существования как компании, как группы компаний, Nokia сколько раз меняла свой вообще бизнес. Знаете, если там кто не слышал, они когда-то начинали с выпуска охотничьих пыжей, потом какую-то там охотничью резиновую обувь, потом шины, чем, собственно, занимаются до сих пор. А шины высокотехнологичные пошли, там, более технологичные. И вот совсем уже недавние истории, там, смартфонный и телефонный бизнес, смартфонный уж, ой, не телефонный, а телекоммуникационный бизнес остался. То есть трансформации бывают разные. Цифровая трансформация – это, наверное, сейчас просто то, что самое на слуху. Поэтому, конечно, продукты, проекты по созданию, развитию таких трансформационных компонентов, они не самые частые, но они оказывают наиболее радикальное влияние, и поэтому требуют, наверное, первоочередного внимания со стороны руководства, выделения наиболее опытных ресурсов, создания комплексных команд бизнеса IT. Другая классификация, да, вот, как я сказал, есть два классификационных разреза. Это какие решения могут приниматься, какие решения могут приниматься на основе анализа существующих продуктов, услуг. И вот VITIL – это система принятия решений, получила название 6R. Ну, так вот, тут некоторые термины немножко натянуты, но, видимо, они их, так скажем, подтянули, чтобы так запоминающееся было действительно. Все виды действий начинаются в английском варианте с буквы R. R – retain, сохранение. Услуга нужна и должна работать так, как она работает сейчас. Следовательно, ее финансирование, ее ресурсное обеспечение должны быть достаточными для текущего уровня функционирования и оказания услуг на текущий уровень. Ну, тот же пример, там, допустим, с бухгалтерской системой, очень часто сюда релевантен. Бухгалтерия должна работать нормально, стабильно, постоянно. Она не требует каких-то дополнительных вложений, нужно поддерживать функционирование. Замена услуги. Замена услуги. Замена услуги. Ну, здесь, наверное, все сказано самим термином. Заменить на услугу, которая обладает требуемой функциональностью. В том числе сюда к replace относится, ну, к чему я сказал, что немножко натянутые термины, и создание новой услуги. Хотя по-русски, конечно, не очень звучит замена. У нас не было, мы создаем, да, но в этой категоризации тоже относится к replace. То есть мы создаем услугу, обладающую нужной бизнес-функциональностью. Это, соответственно, может быть и для роста, и для трансформации бизнеса. Рационализация. Рационализация. И, кстати, сюда же относится вот рефакторинг, давайте сразу скажем, да, или реструктуризация услуги. Это то, что вот очень часто любят финансисты, да, это оптимизация предоставления услуги. Пример здесь, кстати, хороший приведен. Например, допустим, перевести на одно программное единое обеспечение, на единую платформу, чтобы снизить издержки. Провести реструктуризацию, то есть оптимизировать предоставление услуги. Это часто нужно для поддержания, вот как раз RTB, да, текущих услуг. Но так, это скорее из практики, айтел этого не говорит. Вот такая рационализация, рефакторинг часто бывают нужны, когда завершается период как раз такого интенсивного, иногда даже бурного развития услуги. Когда иногда там конкурируют несколько веток услуги между собой, ну, как, да, там, некие-то маркет-тесты, может быть, проводятся. И все, вот период такого бурного роста развития прошел, нужно, что называется, перевести в нормальное операционное русло. Вот тогда как раз реструктуризация, рационализация могут оказаться полезными. Да, с точки зрения компаний, это несколько дополнительные инвестиции, но которые зато снижают операционные уже издержки, делают предоставление услуги более надежной, предсказуемой. Обновление услуги. Это как раз с точки зрения бизнеса, наверное, когда наиболее тяжело обосновать, когда функциональные тренинги существуют, работают, но технически устарело, например. Вендор отказывается от поддержки платформы какой-то, и нужно проводить такую вынужденную оптимизацию, вынужденные апдейты, которые, может быть, не очень обусловлены с точки зрения бизнеса, но иначе возникают какие-то риски. Например, риски, связанные с поддержкой, с отказом, точнее говоря, в поддержке вендора. Ну и прекращение услуги, естественно, в рамках портфеля действий тоже регулярно выполняются. Какие-то услуги, продукты, которые наименее важны, наименее ценные, на них уже не хватает ресурсов, они могут выводиться из эксплуатации. Что, кстати говоря, тоже ведь требует определенных затрат, что вывести из эксплуатации, вы же понимаете прекрасно, это не просто отключить, сохранить информацию, это иметь возможность получить доступ к этой информации, потом архивно, к данным каким-то накопленным и так далее. Поэтому даже при принятии решения о выводе из эксплуатации все равно какие-то вложения ресурсные потребности. И вот теперь я как раз хотел бы показать на примере, здесь, наверное, уже не на слайдах, а вот на примере, мы как раз вот на DPI курсе такой пример не просто разбираем, вы его и сами делаете. Сейчас я вот такие ключевые его моменты хотел бы как раз показать, это такой сквозной анализ построения, формирования IT-портфеля на основе стратегии компаний. Ну, часть формирования стратегии компаний мы с вами сейчас в силу все-таки лимитации времени не будем подробно затрагивать. Я покажу вот составляющую, которая для нас может уже представлять интерес. Компания на уровне топ-руководства формирует стратегию развития, вообще в бизнес-менеджменте существует три. Такие базовые направления стратегии, это стратегия лидерства по затратам, которая предусматривает фокусирование на снижении издержек, благодаря чему компания потом может либо повысить прибыльность, либо увеличить свою долю на рынке, предлагая какие-то более выгодные условия своим клиентам. Ну, естественно, в этом случае IT должно фокусироваться на чем? На снижении издержек при создании и эксплуатации продукта. Дифференциация – это стратегия, которая предусматривает, что компания не акцентируется на снижении издержек, а напротив акцентируется на том, чтобы предоставить какие-то услуги, товары, продукты своим клиентам, которые чем-либо явно отличаются от конкурентов. Ну, вот в IT здесь всегда вспоминают, не буду сильно оригинальным. Фразу, ставшую крылатой еще, понятно, очень давнюю из выступления Стива Джобса, когда он представлял одну из версий, значит, очередных операционки под Маки, когда он сказал, я не очень знаю, в чем здесь там функционал, это вот вы там технари мои знают, но здесь есть вот такая замечательная кнопочка, вы все от нее будете в восторге, вы ее все полюбите. Вот это как раз такая вот доведенная до, ну, не знаю, если не до абсурда, то до какого-то логического такого предела демонстрации, дифференциации. Чем отличаются от конкурентов? Вот хоть кнопочки. Наличием какого-то функционала, если говорить более серьезно. Не знаю, наличием там разветвленной сервисной сети, близостью к дому, вот из чего-то тоже более близкого по времени, с периода вот этих локдаунов прошлого года, вспомню, когда целый ряд ритейловых сетей сделали, допустим, систему приложений своих с доставкой из близлежащего магазина, да, там из каких-то там складов, вот как там обычно это было, из близлежащего магазина. Первые, кто сделали, как раз чем дифференцировать? То есть мы доставляем из близлежащего магазина, куда вы любили ходить просто тогда вот в нормальных условиях. В этом случае, соответственно, в чем задача? Эти поддержать, а если это цифровизация, то и создать вот такой отличающийся продукт от конкурентов, чтобы вот это отличие можно было явно подчеркнуть. И, наконец, третья стратегия, стратегия фокусирования, тоже название здесь вполне себе такое говорящее, да, это фокусирование на определенной клиентской группе, то ли это определенный сегмент рынка, то ли если это B2B, то это может быть даже просто какая-то группа, ну, что называется, постоянных клиентов, и потребности надо удовлетворять, выявлять новые, да, то есть это не вширь такое распространение на рынке, а, как иногда говорят, прорастание вглубь клиентов, такие глубокие партнерские взаимоотношения. Кстати, о чем я буквально там 15-20 минут назад говорил, когда вот общую концепцию DPI представлял, да, партнерские взаимоотношения, значит, тогда, естественно, ну, задача IT поддерживать эти партнерские взаимоотношения. И вот если мы посмотрим теперь, а что может вот IT предложить для выбранных целей бизнеса? Создать технические решения для повышения удовлетворенности. Внедрить, это просто как пример здесь приводится, инструментарий, совместная работа, чтобы снизить затраты, снизить, например, риски. Вот уже вроде как вот эта задача выравнивания между видением и миссией, которые, смотрите, становятся не абстрактными, а совершенно конкретными, она может становиться более понятной. Давайте сделаем следующий шаг. Давайте покажем себе, нашему заказчику, там, внутреннему, внешнему, матрица сопоставления. Да, она качественная, да, она экспертная, но она уже визуализированная, она позволяет обсуждать соотнесение целей IT и целей бизнеса. По столбцам здесь, если обратите внимание, у нас цели бизнеса, вот как раз заявленные, да, вот на основе бизнес-планирования, а здесь цели IT, которые вот вполне. Обновление ПО до актуальной версии. Это у нас что? Обновление ПО до актуальной версии, это вот, например, ренью. Шестер принятие решения. Специально вынес это в пример, почему что ренью, как я и говорил, сложно обосновать. А зачем нам обновлять? А потому что оно тогда может интегрироваться с текущими системами, что повысит уровень удовлетворенности клиентов, ну, и как-то там повлияет на прибыль, на риски. И вводим бальную систему, вводим бальную систему оценок. То есть насколько данное направление развития IT действительно повлияет на ту или иную бизнес. Ну, наверное, да, действительно работа с актуальными версиями, которые интегрируются, ну, наверное, действительно повысит клиентскую удовлетворенность, 5 баллов. Ну, на прибыльность, на риски, ну, в меньшей степени влияет. Вполне возможно, что где-то вообще не будет влиять как-то. Внедрение удаленного клиента на мобильные устройства и компьютеры для доступа к сервисам. Что делать? Снижает риски в первую очередь. В средней степени увеличивает прибыльность. Ну, удовлетворенность, ну, так, опосредованно, да, сотрудники могут продолжать работать удаленно, ну, значит, с клиентами будет там такое, опосредованно. Что мы из этого в итоге получаем? А мы получаем, да, экспертную, но мы же говорим сейчас о портфеле, то есть о самых первых ранних этапах планирования. Поэтому экспертная оценка вполне на этом этапе достаточна. Мы получаем экспертную оценку, у нас, когда первая IT-цель будет взвешена, например, условные 9 баллов, вторая – 10, третья – скромные 4 балла и последние 5 баллов. Что мы получили? Мы получили грубую, экспертную, но приоритизацию, выраженную, понятным языком, который дальше можно детализировать. И вот здесь я, ну, тоже так, с помощью своих коллег, я-то не железячник, тут некоторые вещи для меня тоже представляют, так скажем, определенные вопросы. Вот вне IT-компаниях получить финансирование на какие-то низкоуровневые инфраструктурные компоненты, да, мы же все прекрасно знаем, насколько это нетривиальная задача. А вот как раз давайте, ага, у нас глобально обновление, а для этого обновления нам нужно что, обновить железо. Как это повлияет? Пожалуйста. То есть вот она, та самая декомпозиция, о которой шла речь, она может помочь, помочь, не будем преувеличивать, но сделать какой-то шаг в понимании со стороны руководства, которая выделяет ресурсы даже вот таких, ну, в общем, технических вещей. Потому что, ну, извините, когда мы говорим об IT-банальности, все время приходится говорить, ну, никто разумный, руководители люди чаще всего разумные все-таки, не выделит ресурсы на то, что он не понимает. Вот здесь мы помогаем понять и себе, и руководству. Ну и в конечном итоге мы выходим на что? На тот самый портфель. Какое у нас состояние текущее? Какое у нас состояние требуемое? Что получит наш заказ внутренний, внешний? То для этого нужно сделать. А мы же вот обосновали. Для чего это? Вот что нужно сделать. И, собственно, классификаторы, о которых мы говорили. Для текущего поддержания бизнеса. Да, нам нужно провести это обновление. Да, здесь много терминов, которые вам непонятны, но мы их постарались вам объяснить, зачем это нужно. По шагам. Таким образом, мы получаем возможность представить текущую версию портфеля наших продуктов и проектов по развитию. В понятном, пошаговом вот таком изложении. Еще раз подчеркну. В понятном и пошаговом изложении для обоевства. Ну вот. Такая непростая работа. Не будем, как говорится, преувеличивать, что это вот так легко и просто нарисовать. Это достаточно серьезная работа, требующая и понимания целей бизнеса, требующая регулярного взаимодействия. Но она помогает делать то, что нужно. А значит, и получать ресурсы, выстраивать свою карьеру. Вот, собственно, наверное, это основное. Коллеги, пожалуйста, здесь я с удовольствием передам слово вам. Если есть с вашей стороны какие-то комментарии, какие-то, может быть, вопросы, уточнения, пожалуйста, буду готов ответить. Вот. Сам этот курс, пока, если вы собираетесь с мыслями, с вопросами, это курс, где мы рассматриваем, может, достаточно продвинутого уровня. Он, как и все, в общем-то, ITIL-овские курсы готовит к соответствующей сертификации. Тоже, если для кого-то это интересно, сейчас это не предмет нашего обсуждения, но я про ITIL-овские сертификации неоднократно рассказывал. Вот, можете посмотреть, почитать у меня на сайте. Да, вот, как я уже говорил, входит в направление и менеджинг профессионал, и диджитал стратегик лидер. А к вопросу, вот, кстати, пример, который я приводил несколько раз, что в специальности как раз существует портфель услуг различных форм обучения. В этот курс он чаще идет в формате так называемого открытого обучения, то есть, когда вы занимаетесь самостоятельно, но с присутствием меня как тренера именно индивидуального консульта. Но все-таки это курс такой продвинутый, поэтому большое количество людей на него не идет. Поэтому, чтобы было удобно, один-два раза в год идут группы очные, обычные, а каждый месяц вот в таком, в открытом формате. Но, на мой взгляд, для именно этого курса открытый формат подходит даже лучше, потому что как раз можно, например, вот такую же матрицу начать строить именно для себя, а не абстрактно-учебную. Обсудить и такую матрицу, и там вопросы построения СЛФ, ОЛФ, опять же, для себя индивидуально. Вот, так что, вот, имейте в виду. Дмитрий, правильно ли, что практически любая трансформация к цифровизации ведет к сокращению персонала и универсализации кадров, и, в всяком случае, IT-специалистов? Ох, Дмитрий, вы знаете, очень дискуссионный вопрос. Он, наверное, не имеет однозначного ответа на эту тему там в буквальном смысле слова, не в фигуральном, там в диссертации научные труды десятками пишутся. Это вполне серьезно. Ну, попробую так коротко ответить, что читал, что знаю, какое мое личное, вот там, где я участвую, как консультант. Вот, нет, далеко не так ли не, далеко не так ли не ведет к сокращению персонала и к универсализации кадров. Нет, все-таки. К трансформации задач персонала, да. Но к тому, что какие-то специальности, какие-то навыки перестают быть востребованными, да, но на их место приходят другие потребности, другие навыки, ну и, соответственно, поэтому где-то персонала прибывает, где-то убывает. Я, нет, линейная я здесь точно зависимости не вижу. И, в общем, то, что я вот читал, попадалось на глаза, попадались на глаза исследования, там люди тоже говорят. Ну, вот смотрите, даже взять, ну, то, что, допустим, перед глазами. Вот взять тот же специалист, я с специалистом в самых разных качествах, сотрудничаю очень давно, поэтому видел многое. Вот, когда я там первый раз начинал сотрудничать, в самом начале 2000-х годов, было огромное количество инженеров, которые что делали? В основном лазили под столами, подключали кабели, там устанавливали софт, там была целая система, как там на новый курс, ну, как условно говоря, там утром одна группа идет, днем другая, вечером третья, как там быстро, термин даже был такой внутренний сленг, перезалить класс быстро, там собственный софт писали, им там очень гордились. Это было много, в том, виртуализация, эти люди с такими навыками, с такими навыками не нужны. Светлана, слайд или, поимейте в виду, эксельчик, уточните, пока я рассказываю. Вот. Смотрите, во что трансформировалось? Во том, когда мы стали внедрять эти виртуальные формы, нам потребовалось, чтобы люди стали уметь работать и с программами виртуализации, там виртуальные лабораторки, уметь консультировать клиентов, как запускать вот тот же там GoToMeeting, Teams и так далее. Это вам, айтишникам, может звучать, как сарказм. На самом деле это нет. Из таких инженеров в буквально там потертых джинсах, ну потому что под столами лазить, преобразовалась специальность в, ну как сказать, в такую техническую, но более клиентоориентированную. Стало ли их меньше? Ну вот насколько я могу судить, нет. По крайней мере визуально я не знаю. Поэтому, нет, Дмитрий, спасибо за вопрос. Он действительно очень такой хороший, очень дискуссионный. Ну вот у меня такой взгляд. Дмитрий, если готовы как-то прокомментировать, тоже, пожалуйста, я тоже с удовольствием включить микрофончик. Или коллеги, кто? Светлана, что-то хотели уточнить? Да, пожалуйста, да, слушаем вас. Вот можно вопросик тогда, это Дмитрий, по поводу вот... Да, Дмитрий, я вижу, пожалуйста. Дело в том, что как бы я думаю, что большинство компаний стремятся эти издержки, которые также включают в себя содержание там, ну персонала там, работников и так далее, снизить эти издержки, правильно же, или нет? Правильно, абсолютно. Я вот вижу, что я пишу, что я пишу, да. Ну не то же самое, но очень схоже. Спасибо, спасибо. Понимаете, снижение издержек, да, с этим согласен полностью, но здесь давайте мы тогда совместно уточним понимание снижения издержек. Снижение издержек, это же не выгнать людей. Нет, я не спорю, такой подход тоже бывает, но он такой, знаете, такой лобовой, может быть, туповатый иногда. Ну да, там людей выгнали, офисное пространство сократили, на этом сэкономили. Но более умное снижение издержек, это вот как раз, вот я вижу, Игорь в чате пишет, что цифровизация должна вести к развитию персонала. То есть снижение издержек на единицу продукции, скажем так. То есть продукции больше выпускается, или там дешевле она выпускается. Чем бы эта продукция ни была, материальная, нематериальная, сервисы. Вот такое снижение издержек, да. Вот, кстати, так если, ну, опять же, у меня нету цифр, я ими никогда и не обладал, но в моем представлении, вот, допустим, в этом кейсе со специалистом, это как раз, да, это действительно переобучение, причем переобучение даже не столько техническое, сколько переобучение на клиентоориентированность большую технического персонала. Действительно, переобучение, оно имело место быть. Как следствие, да, Игорь, спасибо, повышение качества услуг и расширение их, ну, в данном случае даже количественное расширение и как следствие снижение издержек на, ну, например, там, на проведение курса. Ну, вот сколько можно людей в классе разместить? Ну, 15, ну, 16 человек. А если подключаются люди из онлайна, то может уже быть, там, 20-25 человек. Понимаете? Если это вот, почему я, допустим, сакцентировал, что этот курс идет в открытом обучении, кстати, тоже очень хороший пример. Вы будете ждать полгода, пока группа соберется? Далеко не факт, потому что вам нужно здесь и сейчас что-то делать. Специалист потеряет клиента. А за счет вот такой открытой формы можно предложить фактический график на выбор. Это повышение качества? Повышение качества. Игорь, а что понял? Вы настолько все внятно написали, да? Ну, да, спасибо, мы тут с вами. Так что, да, спасибо. Вот поэтому я бы, согласившись, безусловно, с тезисом о снижении издержек, ну, а иначе зачем? Все-таки скорее бы делал акцент именно на снижении издержек за счет лучшей организации работы и там повышения, увеличения и так далее. Это, как, знаете, из риск менеджмента. Почему, вот, допустим, в проектном управлении очень давно уже рекомендуется рекомендуется больший акцент делать, естественно, большие ресурсы выделять на позитивные риски, иначе именуемые возможности, потому что возможности развивать можно бесконечно, чем на негативные риски, иначе называемые угрозы, что угрозы можно, ну, насколько-то снизить. И вот как раз, да, вот то самое сокращение затрат через, допустим, увольнение каких-то людей и, там, отказ от соответствующих офисных площадей, ну, сколько это там было? Ниже нуля не упадешь, да, вот, даже если гипотетически автоматизировать все и полностью, да, вот. Ну, Дмитрий, понимаете, вот этот тезис, что работодатели хотят работника по всем направлениям IT, это знакомая тема, но это, боюсь, за рамками нашего семинара, ну, можно я прокомментирую с учетом вечера пятницы? Никто на меня не обидится сильно. Вот, вот этот тезис, что многие работодатели хотят работника по всем направлениям IT сразу. Вы знаете, когда это есть такое, распространено, знаете, сразу приходят две аналоги. Первое, вот этот известный мультик. Когда, помните, мужик принес овчинку и говорит, шапку мне сделаешь, сделаю, а две сделаешь, сделаю, а двадцать сделаешь, сделаю, вот, отлично, сделаю мне двадцать шапок из овчинки. Приходят на него двадцать вот таких вот шапочек. Помните же этот мультик? Ну, вот. Вот будет такой IT-специалист, который знает все по чуть-чуть. Это, знаете, давно был, была такая народная мудрость, очень грубая. Я ее всегда не любил, потому что она, ну, немножко унизительно звучала. Вот, ну, уж простите, воспроизведу. Сейчас это, сразу скажу, уже это достаточно неактуально с развитием, как раз таки, средств автоматизации и прочего. Когда средств автоматизации особых не было, где-то там еще в нулевых годах, и вот специалисты первой линии поддержки должны были понемногу знать обо всех системах, которые есть в компании. Да, заявка, конечно, может прилететь на что угодно, хоть чуть-чуть про каждую систему нужно знать. И вот перефразируя Козьму Пруткова, говорили, еще раз приношу извинения, фраза грубая. У Козьмы Пруткова, помните, есть такое выражение? Узкий специалист подобен плюсу, он односторонний. А вот это перефразировали. Специалист хелдеска подобен луже. Он знает обо всем, но не глубоко. Да, да, да. Я и лекарь, и пекарь, и фиговенький аптек. Да, Игорь, спасибо. Вот, понимаете? Ну да, есть такие. А самому IT-специалисту такое надо, быть во всем по чуть-чуть. Вот он как раз и будет тем самым первым кандидатом на увольнение. Вряд ли какой-то человек захочет так строить свою, так строить свою карьеру. Ну вот, наверное, так скажу. Вот, спасибо, коллеги, спасибо. Кто еще что хочет добавить, расширить, пожалуйста. Коллеги, ну что, если нет, то спасибо огромное за участие. И спасибо вот Дмитрию и Игоря отдельно за вот такую отличную тему. Вот, потому что я думаю, что это вот как раз действительно в тему. Так что, ну, увидимся, увидимся тогда на курсе. Контакты есть. Коллегам обращайтесь. Телефон, QR-код, кстати, вот QR-код давайте дам возможность заскриншотить, чтобы все-таки потом все пройти, пройти, и потом про телефон. За скриншотить QR-код, по нему там можно перейти как раз напрямую. Вот, еще раз, да, спасибо за участие. Вот, и вот, контакты. Если что, пишите тоже напрямую какие-то вопросы. Так что, увидимся, увидимся. Спасибо, до встречи, до встречи. Продолжение следует...